Я, в принципе, достаточно много эту ситуацию мониторю, потому что общаюсь много с другими регионами. У нас, в моем понимании, последние пару-тройку лет у нас очень хорошо все развивается, на самом деле. Потому что именно сегодняшняя политика правительственная, в ней прослеживается то, что малые формы в Красноярском крае должны быть, им дается какая-то определенная поддержка, которая, в общем-то, собственно говоря, все время модернизируется. И то, что у нас за последние годы зарегистрировалось почти тысяча фермеров, это уже один из таких показателей, которые говорят о том, что сегодня народ поверен в то, что фермерское движение все-таки в крае у нас есть, и оно будет нарастать. Те меры господдержки, которые есть в Красноярском крае, я бы назвал их беспрецедентными. На самом деле, я мало знаю регионов в стране, где были бы такие же меры господдержки, которые направлены конкретно. Например, мы от фермеров до большого, как вы сказали, агробинса, мы, в принципе, берем весь этот пласт и весь его охватом. Мы каждому можем что-то предложить, кроме того, что дает еще федерация. Ну, например, фермерам мы даем сейчас 3 миллиона. В агробинсе у нас есть процентная ставка, которая практически закрывает кредит, который взяли в банке. Например, мы гасим 16, и вы в банке взяли под 16. То есть для бизнеса, который занимается сельским, позитивным, животноводством, для них этот кредит нулевой. Эффективная ставка – ноль. Например, наши же инициативы по трудно-монтажным работам, где мы возмещаем 30% от потраченных средств. И очень важно заметить, что в этом году федерация, увидев то, каких результатов дает эта инициатива, начали помогать нам и в этой части тоже. Нельзя не отметить и роль губернатора, который нас буквально иногда направляет. Он очень часто ездит, но иногда интересно, откуда у него такие мысли. Он общается просто много и с селянами, и с фермерами, которые подсказывают, напрямую говорят те вещи, которые их волнуют. И поэтому, как никогда раньше не было, губернатор иногда подсказывает, а давайте вот это посмотрим, а давайте вот это посмотрим. Сельское хозяйство не может получать индекс расходов ниже индекса доходов бюджета края. Поэтому думаю, что процентов 5-7 мы сможем добавить. Ну, 5-7 процентов из почти 5 миллиардов, ну, вот считайте, значит, это получается 250-300 миллионов. Это вот та абсолютная сумма, которую мы можем увеличить на отрасль, на господдержку отрасли. Мы в этом году будем иметь чуть меньше 5 миллиардов собственной поддержки. И из малого, там, из копеек 2 миллиарда будет федерального. Всего мы отдадим, так, я думаю, где-то 6 800-6 900 у нас будет в этом году финансирование отрасли. Поэтому решить многие задачи дополнительного стимулирования развития просто за счет абсолютного прироста трудно. Значит, нужно посмотреть, какие у нас есть внутренние структурные возможности повысить эффективность за счет, ну, обновления каких-то направлений, подходов, в чем-то, может быть, критерий, чтобы эффективность поддержки, эффективность решения тех принципиальных задач, о которых мы с вами сейчас говорим, она была учтена. Учтена.